Спорт-марафон представляет Да простят нас москвичи за это сравнение Как я обожаю эти поливалки в Москве Конечно, нас никто не хочет сбивать Вот камикадзе, как можно без тормозов ездить по городу? Закладываю, конечно же, еду Туда можно засунуть грязный велосипед Чтобы была мотивация согреваться Первое время учишься просто падать Я их терпеть ненавижу Плавник или хвост Навьюченные самошитыми пакингами всякими А что будет, если я нажму на тормоз? Компромисс Подкаст об аутдоре, активном образе жизни Путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого Спорт-марафон Аудиоверсия Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и репосты Это 101 выпуск подкаста Спорт-марафон Аудиоверсия И первый выпуск, в который я, Артур Ахметов Воспользовавшись служебным положением Позвал друга, которого знал задолго до того Как мы придумали этот подкаст Дело в том, что Денис практически ни на секунду не расстается с велосипедом Ездит на нем в городе круглый год и почти в любую погоду При этом выглядит совершенно нормально По-городскому, я бы сказал Другое дело Егор Наш амбассадор и велопутешественник, который может на своем железном коне На протяжении полугода путешествовать то через Африку, то через половину России Нет, конечно Егор тоже выглядит нормально, но в его катании есть своя специфика, отличная от городской В этом выпуске как раз и выясним, можно ли кататься на велосипеде зимой в городе и за городом И нужно ли это кому-то вообще, кроме настоящих фанатов, коими гости этого выпуска являются Если вы любите велосипед и не расстаете с ним круглый год, пишите в комментариях свои ощущения от катания зимой Ну и не забывайте поставить нам оценку в том приложении, которым пользуетесь для прослушивания нашего подкаста Спортмарафон. Аудиоверсия Наверное, по праву гостя, который здесь первый раз Денис, привет Привет Добро пожаловать в студию Спортмарафона Очень крутая студия у вас Слушай, вот я очень часто слышу от подкастеров такую фразу, что подкасты придумали для того, чтобы люди, кто очень давно не виделись, находили повод, чтобы встречаться Вот мы с тобой не виделись очень давно Это очень верно подмечено, что действительно, когда ты хочешь с кем-то увидеться, есть такой выход подкасты Потому что радио, к сожалению, умирает, а подкасты живут, жили и жить будут Дениса, я знаю, наверное, года 3-4 Ну где-то так, да Да, мы как раз познакомились на одном радийном проекте И все эти годы, да, наверное, и дольше, ты круглогодично катаешься на велосипеде Ну, если уж так копать глубоко в историю, то сразу как вымерли динозавры То есть примерно в 1997 году я уволился из армии, сел на велосипед и больше с него не слезал ни зимой, ни летом Поэтому ты сейчас выглядишь немножко как динозавр Ну почему? В мои, сколько, вот 30 ноября мне будет 43 года Вы дадите мне 43 года? Не дадим Ну вот и не надо Пусть кто-нибудь другой Ну ладно, не надо И Егор в этот момент, когда услышал, что Денису 43 и он выглядит на 25, сказал палец вверх Егор, привет Всем привет, привет Ты уже третий раз здесь у меня в студии, я рад тебя снова видеть Взаимно, очень классно, что мы здесь сегодня собрались И я приехал из зимы к вам в Москву в осень Ты прилетел сегодня, да? Да И вот знаете... В нашу европейскую погоду Да, я сегодня одел утепленные штаны, софтшелла, зимний пуховик, а Егор зашел в спортмарафон в коротких шортах и футболке с ламон И, конечно, удивительно Тебе не холодно? Я люблю такую границу, когда чуть-чуть холодно, чтобы была мотивация согреваться Ты недавно проехал очередные какие-то тысячи километров откуда-то, куда-то Я уже, знаешь, я уже просто не смотрю, откуда-куда ты едешь, я просто смотрю, что ты едешь И я уже сам не фиксирую, вот, только под итоги У нас был месячный проект «Золотое кольцо Сибири» по десяти регионам Сибири Две с половиной тысячи километров в формате байкпакинг, но трижды там была зима Это на Алтае, в Саянах и на Байкале Снег, солнце, все периоды года были, и лета, и даже весна Вот, ну, очень круто было, интересно То есть ты тоже поддался российской моде этого года и съездил на Алтай? Я не был там 10 лет, и Алтай, конечно, для того, чтобы там быть очень комфортно И хорошей дороги, все для того, чтобы там шпарить марафоны на велосипеде Мы уже присмотрели себе хорошую линейку Хороший велосипед Линейку туда-обратно на 1400 километров Немножко удивленный взгляд у Дениса сейчас Я просто все хочу спросить у Егора, сколько вы в день проезжаете в среднем режиме То есть когда вы и не умираете, высунув язык на плечо, но и не чилите там на велосипедах Вот сколько в день, вот, допустим, вы взяли в первый раз в жизни городского велосипедиста, меня У которого разве что до Женитьбы в 98-м году и в 2000-м был объезд Крыма на велосипеде Это все мои такие дальние заезды на велосипеде То есть вот со мной сколько бы вы могли проехать, не обращая внимания на меня? Я на самом деле люблю с кем-то ездить И это для меня возможность темп свой резонить, чтобы ехать в удовольствие, фотографировать Ну, можно отталкиваться плюс-минус к 100 километров Такая как бы линия, грань Я думаю, что мы бы сработались и на 150, на 180 Ездовых часов сколько, это примерно? Можно так сказать? Там от ветра все зависит, от ветра, от местности и прочего-прочего Да, это как математики, да? Сколько прошло день от момента рождения А это было в понедельник и в вторник Вот так же здесь, да, ветер, перелев, погода В общем, столько факторов, что невозможно сказать Я из своих вот этих вот до Женитьбы поездок в Крым с ребятами Я помню, там можно подниматься по какому-нибудь серпантину 40 минут и за 5 минут спуститься А шоссейники там на шоссейных велосипедах просто нас обгоняли в горло как стоячих А мы-то на своих горниках там навьюченные самошитыми пакингами всякими в те времена 98-2000 год, тогда еще сумок таких модных не было Мы шили сами вот эти штаны на багажник как могли и путешествовали по Крыму Это было круто, и я же стрелец, поэтому меня хлебом не кормит, дай куда-нибудь уехать в путешествие Но семья не дает, вот в чем дело Семья не стрелец, походу, дело Да-да-да, семья водолеи все Не остались эти сумки на память? Там они остались в том месте, откуда я понаехал в Москву Где-то в районе Молдавии Молдавия, непризнанная Приднестровья Мы вот ездили из Тирасполя 100 километров в Одессу, чтобы сесть там с велосипедами в поезд и приехать в Крым Ну это вот те годы, конец 90-х Так, ну вроде познакомились и уже разговорились Чего я вас позвал сегодня сюда? Ах да Вернемся к теме Мы сегодня говорим про велосипеды Ну странно с Егором и с тобой не говорить про что-то другое Есть велосипеды в разрезе зимнего катания И здесь, наверное, можно сказать, что мы просто хотим показать, что велосипед не надо на зиму убирать в гараж Или оставлять его скучать в подъезде Это небезопасно и неправильно А кататься можно круглый год И здесь первый вопрос у меня Ну, объясню слушателям еще Егор у нас сегодня, как представитель людей, которые ездят много на дальние расстояния Это в основном, наверное, твои путешествия за городом происходят, правильно? По большей части, да А Денис ездит на велосипеде почти круглый год или круглый год? Круглый год Почти каждый день? Да Но в основном в условиях города? В условиях города, поскольку я живу в Домодедове То я там буквально 4 минуты на велосипеде до электрички Я прыгаю с ним в электричку Благо Павелецкое направление не такое загруженное, как все И всегда можно найти вагон, где ты стоишь в тамбуре с велосипедом И, можно сказать, почти никому не мешаешь Выхожу в Москве и уже добираюсь по Москве куда надо Естественно, в Москве есть погоды Когда ездить на велосипеде, ну, это не любить свой велосипед И себя не уважать, поскольку ты будешь весь с ног до головы Вот в этой всей... В Москве Да, вот в этой всей Москве Да простят нас москвичи за это сравнение Ну, здесь вся проблема только в реагентах С одной стороны, я их терпеть ненавижу А с другой стороны, если не будут доблестные коммунальщики Заливать вот этим всем Москву То будет много аварий, переломов и всего такого Поэтому... Это уже в тебе автоблогер говорит Я смирился, я просто стараюсь быть позитивным Если я тебе начну рассказывать, как я обожаю эти поливалки в Москве И вот эти вот реагенты, то зачем? Поэтому я просто скажу, что это такой компромисс Я зимой, вот я день проехался на велосипеде где-то Причем расстояния у меня небольшие Я... я не знаю... сейчас... Егор, закрой уши, пожалуйста Я из одной электрички перекатываюсь в другую электричку То есть я приехал из областной электрички и сел в МЦК А уже из МЦК я выехал и покатился куда мне надо То есть зимой я не прусь через всю Москву Зачем? Потому что велик мой тут же сгниет Его разъезды, эти реагенты Мою обувь и мою одежду Я ее никогда не отстираю Поэтому зачем? Зимой, да, я не расстаюсь с велосипедом Но я позволяю себе просто, как это, халявить в электричках И уже просто до пункта Б Там докатываться на велосипеде Ну это там от силы, ну 10 километров 5-10 и то, знаешь, я выбираю такую дорогу зимой Либо чтобы было сухо, либо чтобы был снег Чтобы я не лез вот в эту вот жижу реагентную Вот так я и еду Но все равно каждый вечер я отмываю и смазываю велосипед Вот, раз уж мы так логично влились в эту тему Вообще, можно как-то защитить свой велосипед В условиях большого города в Москве От вот этих всех химикатов И того всего, что поливают коммунальщики на дороге Что ты делаешь дополнительно, чего ты, допустим, не делаешь летом? Летом я не так часто мою и смазываю велосипед, как зимой Зимой это действительно после каждой поездки вечером Чтобы за ночь он не заржавел Почему я к этому пришел? Потому что, казалось бы, мне надо было проехать с какой-то там Ну через Бирюлёво на мое повелецкое направление Сесть там вот в Бирюлёво пассажирское Я ехал по снежку Я ехал по белому снегу Казалось бы, я ехал медленно И не забрасывал себя там снегом с ног до головы Играла медленная музыка Конечно, да Летел снежок первый там какой-то Я смотрю на утро, у меня вся цепь уже ржавая Поэтому зима это такое дело Когда ты велосипед должен отмывать от реагентов каждый день Каждый день вытирать на сухо цепь и смазывать ее Все, и вот эта операция практически ежедневная Летом можно ездить Цепь или звездочки тоже, передние и задние То, конечно, я беру какие-нибудь старые футболки Или какие-то тряпки, рву их на части И, естественно, вытираю каждую звездочку Вплоть до каждого зуба Протираю насухо цепь и сижу Вот могу там, у меня это занимает 20 минут Тряпочку пропускаю в каждое звено Вытирая внутри вот эту вот всю ерунду У тебя много свободного времени Ни в коем случае, просто я люблю велосипед Да, и зимой ты обновляешь весь гардероб футболок Насколько я понял Ну, они же изнашиваются, конечно И просто у кого-то есть для этого машинки Но машинки, опять же, ну, машинки для чистки цепи Когда ты там защелкиваешь на цепь Такую пластиковую машинку Там всякие эти щеточки Ты наливаешь туда жижу Но я никогда не пользовался Скорее всего в наши уже, в наши дни 21 века наверняка есть жижи, которые не воняют Которые, наоборот, даже приятно пахнут Но просто когда появлялись только эти машинки В них заливалось что-то такое вонючее Поэтому я никогда ими не пользовался То есть у меня такая принцип сухой мойки Поскольку я делаю все это в квартире И чтобы не вонять ничем Поэтому все вот так вот делаю В лайтовом режиме И после себя всегда отмываю ванну Всякими порошками, чтобы в ней можно было мыться То есть ты еще это и в ванной делаешь Не, я велик, да, я колесо снял Я засунул его в ванну Душем его ополоснул Автошампунью там специальную щетку намазал Колесо вымыл Все, ванна уже там вся красивая Потом я второе колесо Потом раму туда же засунул Так слегка душем сполоснул Чтобы все это смыть уже за раз И выстаю, вытираю тряпочками А после того, как я уже все сделал с велосипедом Можно и ребенка купать Шаманские движения Я вымыл ванну Я вытер коридор Поэтому после меня всегда квартира становится только чище Прямо рассказываешь Я думаю, что ты прям образец Как бы тебя обозвать-то? Не надо мне никак обзывать Не, ну ты можешь обзывать меня как угодно Мне все равно Я просто за то, чтобы Ну, придерживаясь принципа Ты не должен никого напрягать Никому не должен мешать Своим велосипедом Что на дороге Что в общественном транспорте Что дома Ты не должен никому доставлять никаких проблем После меня в квартире становится еще чище Егор, ну ты тоже так Что-то прийти к слушая Дениса Я заслушался Заслушался Вот И разделил Разделил вот эту боль По постоянной чистке успеда От реагентов От заржавения И прочего-прочего Потому что действительно На это уходит и время И силы И постоянный такой клининг А как у тебя это организовано? Вот у тебя же длительные путешествия Которые из дня в день идут Да, то есть ты куда-то У тебя нет теплого душа У тебя нет душа своей ванной Которую ты можешь испачкать Потом помыть В дороге, да, нету И раз я помню Только мы как раз в межсезонье Зимой мыли велосипед в ванне У моего товарища Который встречал меня В городе Тула В дороге Как это все организовано Ну вот сейчас был межсезонье У нас в Сибири Вот этот проект Крайний Куча-куча с собой ветоши Вот Ну старых рваных футболок Потому что Ты действительно вечером Если цепь Хотя бы так грубо не протер Не промазал Какими-то Я вез с собой масло И ВД-40 ВД-40 Чтобы вытеснить там еще Влагу Коррозию уничтожить То утром все сразу заржавевше И как бы Ну износ Очень серьезно начинается Ну поэтому Постоянно протираешь Наверное Главная особенность российских дорог И городов Что действительно Ты будешь грязный С этим надо Ну либо примириться Либо как-то относиться К этому Как к квесту такому Но с другой стороны Если пробовать перемещаться С позиции парков Выезжать в парки В лесолесные зоны То будет очень комфортно Красиво И самый эффект зимы Почему не стоит убирать велосипед на зиму То есть это другой взгляд на природу То есть это звук снега Это же волшебство Те же вроде деревья Но они совсем другие То есть краски И мы также можем это увидеть Разделить И перенять с позиции велосипеда Конечно Наше общество не привыкло Что вообще в целом На велосипеде катаются Не так давно У нас массово Но и зимой Как бы это дико Но в целом Это очень может быть Радостно Комфортно Безопасно И позитивно И даже Не с отмерзанием Конечностей При соблюдении Разных мер Предосторожности Я бы даже сказал Что не то Что я там хочу Сейчас бросить Какой-то камень Или камешек В огород Егора Здесь он далеко не улетит Камешек Да-да-да К тому, что Егор Допустим Если он путешествует Куда-то на дальняк На велосипеде зимой Он сразу понимает Что он постоянно Будет в холоде Постоянно То есть он надевает Скорее всего Одни А может быть Двое Носков Мы про одежду Поговорим обязательно А в городе приходится То есть ты понимаешь Что сейчас зайдешь В душную электричку Где у тебя все вспотеет Из этой электрички Ты выйдешь на мороз И поедешь И вот ты думаешь А как бы вот сейчас Вот с собой взять Еще теплые носки Но где я буду их надевать Как дурак что ли Где-то в этом И ты вот То ноги мерзнут То они потеют И то же самое Со всем остальным телом И вот так вот И ты думаешь Так, как бы одеться Как бы одеться Ну давайте да Дойдем до этого Да, дойдем до этого У меня чуть проще Чуть проще Я только с погодой могу Связь найти Но с природой Поэтому мне действительно проще В электричках Свой резонанс Ты когда сказал про зимний лес Я вспомнил Твой первый случай Катания в зимнем лесу У меня был тогда Первый велосипед Stark Shooter 3 Вот так он назывался Синенький Я жил в Санкт-Петербурге Это был год 2008 Наверное Я ездил на работу Каждый день Через Сосновский лесопарк И вот я начинал кататься летом У меня наступила зима Я еду по Естественно Я летний Летний резин У меня был Я еду по этому парку Выезжаю на такой Продолжительную Лужу По инерции Значит я еду прямо И тут у меня такая Мысль в голову А что будет Если я нажму На тормоз Приложился я тогда Очень хорошо После этого На льду Я тормоз не нажимаю Никогда Это я К чему вспомнил Понятно что Цепи Звездочки На все это действуют Реагенты А как еще Подготовить свой велосипед К зимнему катанию Что в нем Можно поменять На сезон Подсмазать Подкрутить И так далее Вот для того Чтобы и зимой Было более комфортно Я понаехал в Москву В 2007 году И тогда я работал На радио У меня были прямые эфиры Ранним утром И до какого-то момента Я не трогал велосипед Но лишь до того момента Когда однажды Я приехал На одну из первых Электричек в Москву Сел в свободный трамвай А трамвай Домодедово Я приезжал на ЗИЛ Тогда еще Теперь это платформа Тульская И мне надо было Сесть на 47 трамвай И проехать на Шабловку Как объяснить Ну Шабловка Ближе уже к центру Вагоновожатый говорит Я на Шабловку Не заворачиваю Я еду дальше Вверх по Арджоникидзе Потому что на Шабловке Там то ли авария То ли какой-то Нехороший человек Бросил машину на путях Только что выпавшему снегу По колено И проклиная все И думаю Все Это последний раз Когда я пешком зимой Все только на велосипеде Только на велосипеде Потому что на велосипеде Я пройду по любому Снегу Каким бы он ни был И это будет быстрее Чем я вот сейчас бегу Пешком как дурачок Трамвай меня подвел Все вот с тех пор Я всегда на велосипеде Ну когда я там По каким-то делам Не еду на машине в Москву Поэтому я без велосипеда Вообще не представляю Жизни в Москве И как вот люди Стоят в пробках Я когда сам на машине Я думаю Да что ж я на машине-то поперся Особенно на московском Кольцевом Аде Сам сидишь за рулем А ноги делают Вот такие движения Не-не Ну ты же перестраиваешь Велосипед крутят По поводу подготовочки-то Велосипеда К зиме Нужно что-то делать С велосипедом Значит первые года Я покупал Шипованную резину Шипованную Ставил ее Все Ездил Прям радовался Везде так смело Я заворачивал Не думая ни о чем И просто заметил Что я-то шипованную резину Надел на велосипед А она все стачивается И стачивается Об асфальт Потому что в Москве Снега нет В Москве всегда Все растоплено Реагентами До асфальта И вот эти вот страшные В минус 15-20 Лужи реагентные Которые не замерзают Думаешь А зачем вообще Шиповка в Москве За городом Или вот как ты выехал На какую-то Продолжительную лужу Конечно Шиповка Наверное оправдана Но это вот Сейчас мы спросим У Егора Насколько там Вообще важно Потому что последние года Вот с 18-го года Я подружился С компанией Московско-китайской Которая производит Фетбайки И вот два года Я езжу на фетбайках Там просто чуть-чуть Ты спустил давление И ты проедешь везде И я прям Особенно первое время Я был в восторге От фетбайков Я думал Зачем вообще Какие-либо велосипеды В жизни нужны Если летом Тебе все равно Там бордюр под колесами Ступеньки Там ты съезжаешь Человек Да неважно Там запорожит какой-то Ты спускаешься В подземный переход На велосипеде И выезжаешь из него Тоже на фетбайке Если ног хватает Ну силы в ногах То есть такой вездеход И вроде и не тяжелый Потому что это вот Всякие левые китайские Там как чугунная батарея Фетбайки весят А эти там Ну по 11-13 килограмм В общем Как нормальные горные велосипеды Но для меня Фетбайк Только минус у него один У него слишком толстые колеса И я не могу его разобрать В машину Он занимает Все место в машине Если мне надо Куда-то передвигаться Потому что я все-таки Иногда продолжаю Брать машину на тест-драйв Чтобы там Сделать какой-то обзор Небольшой И иногда надо Вот доехать До этого места Где я беру машину На велосипеде Загрузить его И там поехать На этой тестовой тачке Куда-то там По делам Сейчас я уже Зимнюю резину не покупаю Вот у меня сейчас Велосипед с колесами Новый такой формат Колес К которому Как бы идет Весь мир Вроде бы так говорят В велосипедных кругах 27,5 29 для кого-то Большие А вот 27 Типа 27,5 Самый оптимальный формат Я вот сейчас взял Этот велосипед С такими колесами Чтобы понять Это оптимальный формат Или нет Я даже не собираюсь На этот велосипед Покупать шипованную резину Я просто Если что Спущу немножечко колеса Стравлю давление Но так Чтобы и не проколоться Если вдруг на бордюр заскочил Так называемый Укус кобры Чтобы не получить Когда у тебя прокол Ободом Что ты думаешь, Егор Про колеса 27,5 Вот сейчас Крайний у меня был проект Как раз Ехал на 27,5 Колесах Но Честно Существенно Я не мог оценить Ну и потенциал велосипеда Потенциал этих колес Потому что Ширина колес Так или иначе Шире То есть Ты его не сравнишь Там 26, 27 или 29 Потому что Все они как бы Горные Есть разница Сравнений Вот этого велосипеда И шоссейника И да Тут уже существенная разница А так По большей части Конечно Это маркетинговый ход Вот Но Шпарит Едет Ну позволяет Ставить колеса Чуть шире Вот как раз Денис говорил Что можно подспустить И про шипы Да Очень нехороший вопрос Интересный Потому что Я довольно таки много Ездил по разным рельефам И по замерзшим рекам Там По Колыме И по Байкалу И по Памиру И по горам И вот я если сейчас скажу Что можно шипы не покупать Меня наверное закидают Вот Поэтому я этого Не буду говорить Продавцы Продавцы в Сокольниках Ну Различные вела Если продавцы в Сокольниках Слушают наш подкаст Это прям очень круто Привет ребят Ну это я так Поэтому Не попробуешь Не узнаешь К примеру На Байкале На льду Ни одни шипы не держат Кроме саморезов Вкрученных Вот больших Ни немецкие наши Ни другие Ни любые шипы Не держат И ты первое время Учишься Просто падать Ты просто учишься Падать правильно Потому что Ты много раз падаешь К примеру В тех же горах В Якутии Когда мы ехали По Колыме У меня был момент Когда у нас покрышка порвалась И я поставил специально Как бы На заднее колесо Без шипов Я тоже не чувствовал Что как бы Вот у меня проскальзывает На перевалах Или что-то Прям я вот Не могу держать Рельеф Шипы у нас для чего Конечно для управляемости Но для управляемости Если есть опыт Можно ставить более зубастую Покрышку Которая будет С боковыми Гребнями Так скажем И которая будет нас держать Зимой вообще Ну и велосипед И такое Средство Когда нужно Понимать Как он движется Понимать Вот все вот эти Моменты Инерцию Зимой Оно просто увеличивается Надо просто почувствовать Где-то надо Сбавить скорость Где-то наоборот Не поворачивать Резкости уменьшить Вот Ну и конечно На чистом На голом льду Любая шипованная Будет проскальзывать Попробовать стоит Конечно Конечно Я не призываю Брать или не брать Но Если взять топовые Наши немцев Да Сколько Один баллон стоит Как автомобильная Покрышка Да Да То есть Стоит просто попробовать Насчет рекомендаций То что Зубастая резина Чуть пошире резина И конечно Спустить Она не должна У нас в камень Накачана Как и летом При асфальте У нас и скорости Зимой не такие Как летом Поэтому В общем-то Достаточно Да Немножечко Давление Стравить И все Но не прям там Сильно-сильно Стравить Ну немножко Летом действительно Ну если это горный велосипед Ну сколько мы там 4,5 атмосферы Да Даем в колесо Если это гибрид Там уже 7 атмосфер Ну городской Шоссейники Я вообще не говорю Там у них и по 8 И по 9 бывает атмосфер Но шоссейники Вот у меня товарищ Ездит по Москве И он говорит У меня шоссейник Прям вот тоненькие-тоненькие У него колеса И он говорит Наоборот Эти колеса твердые Они разрезают Вот этот вот верхний слой Если наледь какая-то есть А он ее просто прорезает Этим узким колесом И у него в общем-то Тоже нормально все С зацепом Как на коньках получается Ездит Зимой да Но конечно зимой Ты уже не будешь Входить в повороты Наклоняясь Ты будешь всегда Там Ну на скользких покрытиях Поворачивать Вот Велосипед ровно И ты аккуратно Руль там поворачиваешь Уже никаких наклонов Там контруклонов У тебя не будет Потому что сразу Из-под тебя велосипед улетит И уже там Трамвайные пути Переезжать Это вообще целый навык То есть как Не как в фильме Срочная доставка Да? Нет Так гонять не будем Все с опытом В общем приходит Ну и Больше Больше аккуратности Ну и падение Конечно же научат Понимать Гонять не стоит Ну да Лишь бы не через руль И не с большой высоты А то вот хожу с этой С пластиной включиться Не хочу вытаскивать Боюсь Последствия велосипедных Каких-то твоих Приключений Это последствия Московской Хваленой плитки Я ехал В конце прошлого августа Я подъезжал К МЦК Угрежская Ночью Там такой свет Тусклый Лучше бы его не было Совсем Потому что я ночью Вижу прекрасно А вот этот тусклый свет И плитка Вот эта наша модная На которую тратятся Колоссальные деньги Там значит Подъезд Ну естественно Как для пешеходов Я кусочек Вот уже подъезжаю К МЦК Угрежская По тротуару То есть я по дороге ехал А тут вот уже по тротуару А там так сделано Что половина тротуара Это как бы для колясок спуск А половина ступеньки Но такие не очень высокие Там 10-15 сантиметров Высотой ступеньки И поскольку это все плитка То ночью оно сливается В клетки такие Как тетрадный лист И ты не видишь Что вот здесь уклон ровный А вот здесь ступеньки А я в повороте был И у меня значит Я заезжал на вот этом вот Для колясок на съезд Но переднее колесо В повороте у меня попало на ступеньку И я этого не ожидал У меня просто руль резко ушел Из рук вниз Я просто упустил руль И начал переворачиваться И недавно я был на том месте И я понимаю Что я летел прилично Потому что я начал падать Когда была первая ступенька А закончил я падать Я уже очнулся на середине дороги Которая ведет на заправку Я встал с дикой болью в плече Я кое-как добрался до Домодедова Через две электрички Уже со сломанной ключицей Меня супруга отвезла в травпункт Говорят Ну у тебя сломана ключица в предплечье Тебе срочно на операцию Я такой О май гад Я никогда в больнице не лежал В общем вставили мне пластину Сказали Через год вытащишь А сейчас я хожу в зал В спортивные там Штанги поднимаю Гантели И думаю Блин Ну сейчас идти вытаскивать эту пластину Она мне никак не напрягает Думаю Если будет напрягать Тогда уже буду вытаскивать Опять меня там Разрежут всего напополам И пусть тогда вытащат А пока я как бы нормально Там уже начал Начал тягать железо Хорошие веса Пластина мне никак не мешает Думаю Да и пусть она будет Ну если кроме продавцов велосипедов В Сокольниках Нас слушают еще и спортивные медики То пусть они мне скажут Напишите пожалуйста в комментариях Что Денис усветит в ближайшее время Если он не вытащит свою пластину Вернемся мы от несчастных случаев К велосипедам Еще что-то нужно с велосипедом делать Кстати зима Вот-вот Вот именно после этого падения С переломом ключицы Я купил себе фонарь Чтобы освещать нормально дорогу Потому что у меня до этого были всего лишь маячки Чтобы меня автомобилисты видели спереди и сзади А теперь я купил себе мощный такой фонарь И всегда я его включаю Думаю Вот дурак Как я ездил без фонаря раньше ночью А зима это же постоянные ночи Там немножечко дня пасмурного А потом сразу в 4 часа Уже темно-темно Фонарь Соглашусь да Что наверное единственный минус Пускай он будет единственный При путешествии Передвижения на велосипеде В зимнее время Времени В общем сумеречное время Световой день очень короткий В общем утром сумерки Вечером сумерки И нужно график дня подбирать Под этот режим И конечно же иллюминация Не важно на трассе Мы в лесу или так далее Всегда у нас помимо проблесковых маячков Фонари А иногда и запасные Потому что свет очень важен Хорошие проверенные батарейки Сейчас я возил с собой жилетку Но не было моментов конечно Чтобы ее использовать Но все-таки я ее вожу Потому что на трассе Либо в нашем походе В городе не важно Мы должны быть замечены Конечно нас никто не хочет сбивать Это никому не выгодно И поэтому наша задача Быть максимально видным Ну и конечно каско-шлем Привыкать к этому Что из велосипеда еще я подготавливаю Подожди У тебя вообще Я насколько понимаю Несколько фонарей передних У тебя фонарь на велосипеде И фонарь еще у тебя на шлеме На лобный да Фонарь потому что Ты как электричка едешь Ну то есть ты едешь Ты же иногда смотришь по сторонам Назад и как бы ты можешь Видеть где и что Ну и опять же Если вечерний бивак Либо там вещи надо убрать Неважно где ты ночуешь В отеле Ты фонарем на лобным Удобно светишь Ищешь Где у тебя там что лежит Медведи за тобой гонялись иногда? К сожалению нет Медведей не было И я очень люблю Дикую природу Животность Солеж за тобой бы гнался Медведь с на лобным фонарем С медведями Была только одна Практика ситуации на Камчатке Но там мы намеренно жили Фотография в инстаграме Среди медведей Да Это было что-то волшебное Из другого мира Чего вот привычные путешествия Мне не дают То есть иногда кто-то пробежит Там далеко И как вот хочется поближе Увидеть этих животных Вот на Камчатке Только такой опыт был Когда можно было Вот взгляд-взгляд Медведю смотреть Фотографировать И так далее Но мы отвлеклись Что еще от велосипеда Опять же все От диапазона Температур зависит Что самое основное Это конечно же Наши трущиеся детали Смазка Когда мы путешествовали По Памеру Либо по Якутии Там были экстремальные температуры До минус 40 Там минус 50 И была проблема Подбор смазки Которая не будет замерзать Ну и в общем Весь велосипед Мы сначала промывали От густой смазки Все наши узлы Каретки Втулки И так далее Для среднеэстетического человека Даже который поедет Зимой на Байкал В составе группы Что я рекомендую Конечно же Это все Скорее всего Не понадобится Вот Даже если немножко Прихватит втулки Каретку То температура Не настолько До минус там 20-30 Ничего страшного Не будет Егор Я смотрел у тебя Ну опять же В инстаграме У тебя велосипед С вибрейками С тормозами Механическими Я в Москве Ну не буду я героем Себя называть Потому что Когда в Москве 20-25 мороз Ну это бывает редко Несколько дней буквально Но мои гидравлические тормоза Почему-то завоздушиваются И пропадают А вот в условиях Совсем низких температур Наверное гидравлические Тормоза Не есть хорошо Вы ездите на механических Правильно? Да Вибрейки Я тут исхожу Из концепции Простота Надежности Ну и взаимозаменяемость То есть легкая починка В любых условиях Вибрейки Если экстремально Низкая температура Ни одни тормоза В целом работать не будут Ну да Там в рубашке замерзнет Да Все замерзает То есть Я помню как в Якутии У нас Кшиштоф Наш друг поляк То есть на второй день Он просто Ну без шуток Вырвал свои тормоза И все три с половиной тысячи Километров По зимникам И дорогам Якутии Он тормозил ногами Только никому не говорите Об этом Не говорите БМХ-серам Которые катаются в парке И в принципе Не знают что такое тормоза Да Они свой кроссовок Засовывают между рамой И задним колесом Я смотрю на этих пацанов Думаю Вот камикадзе Как можно без тормозов Ездить по городу Все замерзает При сверх низких При обычных Ну конечно Колодки Подбираешь Чтоб они более Были мягкие Не из китайской Вот этой дубленой Какой-то резины Пластмасса Чтоб она хоть Немножко цепляла Ну и опять же В рубашке Да Все верно Порой Пропшикиваешь Либо жидкой смазкой Мы долгое время Подбирали И искали Которая смазка Была с характеристиками Там Минус 50 Было написано Ну и действительно Она зарекомендовала себя Я в этом году Познакомился с Российскими Московскими парнями Которые производят Уникальную смазку И для автомобилей И линейкой У них есть Велосипедных смазок И вроде бы Когда же наша Какая-то велосипедная Сборная То ли которая В треке ездит по кругу То ли шоссейная Какая-то наша сборная Которая показывает Вроде бы неплохие Результаты в мире Вот она ездит На этой смазке Не буду говорить Название бренда И у них есть Только для Подшипниковых узлов Велосипеда У них три вида смазки У них смазка для цепи Они говорят На протестируй Ну я взял тюбик Ты же понимаешь Как мы смазываем там Мы по капельке На каждое звено капаем Я открываю этот тюбик Пытаюсь капнуть На каждое звено А она льется Как вода Я такой Да что ж такое Ну вроде там пытался Все равно залил Цепь этой смазкой Вроде бы сразу Как мы всегда делаем Вытер цепь насухо Все равно проехался Из Кунцева Это было лето Из Кунцева Я через всю Москву Проехался На Дзержинский карьер Ну вот в город Дзержинский Здесь Который вот 14 километров МКАДа И у меня весь велик Был в грязи В этой черной смазке В каплях Носки Ноги мои Вот в шортах Летом Я думаю Ё-моё Не прошло испытание Я говорю Ребята Как пользоваться смазкой Они говорят Так это же спортивная смазка Спортсмены Ее залили цепь Сразу насухо Много-много раз Вытерли Вот тогда она работает Просто она сразу проникает Может быть просто вам Такую использовать И у них есть смазка Специально Смазка для тросиков Прям так и написано Представляешь В инстаграме у Дениса Можете найти ссылки Переговорим Ну получается что у Егора Зимой-то побольше проблем Чем у тебя в городе С велосипедом Мне кажется Ну не проблем Вопросов Ну у него постоянный холод Я хотя бы могу Добраться до тепла Я действительно У меня велик допустим Весь в этой жиже Каша и снега Я добираюсь До какого-нибудь там Перехода подземного Или вестибюля МЦК Или электрички Там думают Эти теплые пушки И я сам там отогреваюсь И велик мой там Только видно Что потекла лужа От моего велика Потому что он Оттаял И мне вот тогда Остается довести его Аккуратно уже до дома Дома как-то его Домыть Дотереть И мало того Сводить в горячую ванную Не хочу показаться психом Потому что я уже показался Чувак моет велик в ванной Ненормальный какой-то Да ладно Все это делают Мне кажется По дурости Я даже один раз Решил помыть Автомобильные покрышки Ванной И потом подумал Нахрена я это сделал Садовался Отмывать ванну Я зимой Знаешь Вот продаются В веломагазинах Такие Такой инструмент На нем много щеточек Там длинный ворс Щетка Короткий И еще там Типа кисточка Я вот этой щеткой Я ее вожу зимой С собой В специальном чехольчике И я смахиваю снег С колес И с велосипеда Чтобы с него Меньше текло Когда я куда-либо захожу Ты же помнишь Мой принцип Никому не навредить Никому не мешать Я своим велосипедом Загаженным московским снегом Вот этим вот черно-коричневым Я не должен никому помешать Я всегда должен приехать На любую встречу На любой там Эфир Когда я работал на радио Или на любую пресс-конференцию Когда я был автожурналистом Я должен приехать На велосипеде чистым Даже зимой Поэтому я еду аккуратно Если я летом попал в дождь Ну все Я уже значит не вкручиваю Или после дождя Я уже еду там 15 км в час Средняя скорость Это такая скорость При которой забрызгивается Только каретка велосипеда И подсидельная труба Вещи твои остаются целыми Даже если у тебя нет крыльев Не то что я против крыльев Но я лично себе Не ставлю крылья на велосипед Лишь потому Что быстросъемные крылья Абсолютно бесполезны Это игрушка для детей А полноразмерные крылья Я тогда не смогу Разобрать велосипед И засунуть В очередную тестовую машину И по этой же причине Я всегда вожу с собой Там целый какой-то Небольшой набор Чтобы я мог велик Быстро вытереть И привести в человеческий вид Чтобы он Не дай бог Не оттаял Вот в этой машине И не залил там Новый багажник Вот этой всей Московской радостью Трудности автоблогера Велосипедиста Мы можем так назвать Этот подкаст Типа того Не, но я, конечно Сейчас люди послушают И скажут Какие-то два больных Ну ладно Этот путешественник Но этот-то ненормальный Зимой Пожалуйста Бери каршеринг Вызывай такси Ходи пешком В конце концов А этот ненормальный На велосипеде Че ты выеживаешься Скажут люди Судя по тому Как люди Большинство людей Не все, конечно Пользуются каршерингом Туда можно засунуть Грязный велосипед Причем, я думаю На переднее сидение И желательно Еще покурить Пепел сбросить Я не знаю Что такое такси Я не знаю Что такое каршеринг И, в общем-то Я особо и не хочу Узнавать, что это такое Я езжу на велосипеде Ездил И ездить буду Да и бог Только здоровым буду Все конечности будут целы Егор, у тебя что с крыльями? Ну, с теми Которые у тебя вырастают За спиной Когда ты вкручиваешь Очередную сотню километров В день А с теми Которые на велосипеде Насчет крыльев Никогда не использовал Честно говоря И вот проехал Больше ста тысяч километров Считаю В принципе В путешествиях Либо в длительных Каких-то поездках Это такое Лишнее Барахло Так скажем Но была гонка у нас Рэдбул И у гонщиков Заметил Были как раз Съемные На заднее колесо Крылья Которые на шток Подседлений Ставятся И Очень приметил Такую штуковину Насколько она полезна Когда идет ливень Очень большой Когда тебе нужно вкручивать И когда из заднего колеса У тебя просто фонтан На всей одежде На попе А ты же в памперсе И все в памперс затекает Поэтому В этом случае Да Очень классная штука Удобная И маленькая такая Как хвостик Но так как я Опять же Либо байкпакинг Да Там вот этот баул Который называют Плавник или хвост Он на себя все это берет То есть мне крыло не нужно Либо Велобаул Багажник сзади Там тоже как бы Своя фишка Ничего опять на меня Не попадает Ну да Просто если цеплять На такой вот велосипед Который в путешествие Отправляется Если цеплять еще и крылья То ты можешь Как раз этими сумками Эти крылья замять Они там будут Как-то обо что-то тереться Будут неприятные звуки Да Ну да Либо сверх такие Хорошие крылья Которые как обтекатели Но тоже Если ты в грязищу заезжаешь Либо в какой-то Такое бездорожье Не очень они удобные Да Я хочу сказать Что любые крылья Если ты вот Вкручиваешь как спортсмен То есть средняя скорость У тебя там больше 20 км в час Там 25 даже Да Ну это совсем уже так По городу Когда я вкручиваю Когда у меня там Страва показывает 25 Ну это со всеми Остановками на красной Это значит Я там ломился прилично 28-30 Вот я говорю Что в дождь Когда плохая погода Когда вот асфальт мокрый Я качусь со средней скоростью 15 км в час И забрызгивается только велосипед Ни рюкзак Ни мои штаны сзади Ни нижняя часть куртки Они в общем-то Не забрызгиваются грязью И в общем-то Крылья не особо нужны А зимой Таких скоростей Как летом Я говорю Не бывает И поэтому Зимой в принципе Ты катишься Вот куда-то По городу Вот с этой вот Небольшой скоростью Ну там 10-15 Ну максимум 20 км в час Средняя скорость Будет если вот Замерить на расстоянии Там 10 км Но опять же 10 км зимой Через Москву Ты вряд ли поедешь Ты опять же Будешь прыгать Во всяким МЦК И благо у нас В автобусы Пускают Если не забитые Автобусы пассажирами То можно сесть в автобус В среднюю дверь И провоз велосипедов Бесплатно Я знаю У меня товарищ Живет в Бирюлеве И он говорит А зачем мне вообще Электричка Повелецкая Ну Повелецкого направления Я сажусь там В районе Таганки В экспресс Еду на автобусе С велосипедом До своего Бирюлева родного И за велосипед не плачу Потому что Ладно МЦК МЦД Там провоз Бесплатный велосипедов Но вот Куда-то в область Если ты поедешь На велосипеде На электричке С велосипедом То ты по всем правилам Еще должен за велосипед заплатить И вот если у меня Поездка из Москвы В Домодедово Ну смотря с какой станции Обходится там 80-100 рублей То еще 60 Или даже больше Я должен заплатить Только за велосипед Это то время Когда велосипед Платный провоз С 11 до 4 дня Провоз велосипеда Бесплатный Но ты должен взять В кассе билетик Если подойдут к тебе Кондукторы Ты должен им объяснять Почему ты не взял В кассе билетик Короче Я ненавижу Общаться с кондукторами Я лучше перееду Из одного вагона В другой Чтобы не говорить Почему я не взял Билетик бесплатный На провоз велосипедов Потому что у меня просто Времени не было На это Прямо на велосипеде Переезжаешь из вагона В другой Конечно Зайцы бегут Из вагона в вагон А я переезжаю Ну по платформе Одна вещь Которой у тебя В городе тоже нет Я думаю Ты обходишься рюкзаком А вот у Егора С байкпакингом Наверное Зимой Все хорошо Егору не должно На спине Ничего давить На сиденье Потому что у него Каждый рюкзак на спине И каждый там Килограмм на спине Это ему дискомфорт В том месте Которым он касается Седла Я-то на небольшие Расстояния Конечно езжу Только с рюкзаком Потому что Если я где-то Оставлю велосипед Вот с этими Модными сумками Байкпакинга Их обязательно сопрут Поэтому я Все свое ношу с собой Как черепаха С этим спонсорем Я с рюкзаком А в дальних путешествиях Конечно там На спине Ничего не должно быть Как-то отличаются Сумки для Там грубо говоря Зимнего Холодного Может быть Дождливого катания От чисто летних Или в принципе Байкпакинг Он сразу подразумевает Что ты пользуешься Сумками круглогодично Да у нас в принципе Не такой выбор Большой уж сумок Если так уж смотреть На самом деле Если мы говорим Про российские бренды То у них у всех Проблема Что они так или иначе Будут влагу пропускать Но даже если Сумки у нас Которые европейцы делают Которые защищают От всех видов Влаги Загрязнений На экваторе К примеру Они тоже бесполезны Потому что воздух С содержанием 100% Влажность Вещи все Так же мокрые Ну понятно От грязи Это будет защищаться Лучше Но сумки конечно Огромный выбор Куча всего В России сейчас Очень много шьют Много качественно Много европейских Очень много Вот И это лето Как раз я тестировал Все То есть Тестировал кучу-кучу сумок Как раз Всю вот эту развесовку Смотрел Какие сумки Под что удобные Под запчасти Под вещи Какая пропускает влагу Какая нет Какая под электронику От Либовски конечно Есть свои плюсы Есть минусы Не все мне нравится Я сразу скажу Но их байкпакинское Снаряжение Это конечно Топ уровни Еще одна фирма Топ уровни Которые наверное Между собой Не могут конкурировать Ну конечно У меня за спиной Я стараюсь Ничего не возить Хотя вот в беге Да мы бегаем И соревнования Различные Очень огромные километры И привыкшие И привыкшие Что у нас на спине Что-то В велосипеде Каждый грамм Он очень отдается Я стараюсь Чтобы спина У меня была Пустая Не загруженная То есть максимум Три кармашка Которые на джерси Либо на кофте Велосипедной В которых я Закладываю Конечно же Еду И зимой Конечно же Надо больше есть Еще один Либо плюс Либо минус Потому что Ну нужно согреваться Нужны жиры Именно мощные жиры Потому что Ты чуть чувствуешь Что кончики у тебя Начинают мерзнуть Пальцы Ноги Значит энергия Энергия пропадает Достаточно действительно Поесть Достаешь кусочек сала Серьезно Да И как бы Начинает Печка внутренняя Опять работать Ты возьми меня с собой Я хочу сбросить Свои лишние 10-15 килограмм Слушай Но Я помню Как я набрал в Якутии Лишнее энное количество Килограммов Потому что Ты постоянно Заправляешься Вот этими Калориями Калориями А нагрузка Она не интенсивная Она вот Монотонная Ежедневно Но ты Больше оказывается Все равно потребляешь Калории Я приехал с такими Прям щеками С Якутии Вот Это же Якутия Оттуда все с щеками Приезжают Люди солнечные Ты сказал про влажность А используешь Гермомешки Конечно Гермомешки И даже Такие Германакидки Которые выполняют Функцию Еще и светоотражателя То есть На задний баул Либо на Ну вот Плавник хвост Который называю Подсидельный Либо на Моносумку Позади То есть Да Накрываешь Ее И тоже защищает От грязи Пыли То есть Этот чехол Если он большой Снимаешь Вытряхну Он быстро сохнет Можно его использовать Как под палатку Либо если дождь Велосипед Им накрыть Как бы Либо От Атмосферных явлений Вообще Холод Он такое Явление нам Непривычно И Но к нему привыкаешь В первые дни Конечно Тебе неприятно Тебе непривычно То есть Ты либо мерзнешь Постоянно Либо ты не можешь Подобрать Ту одежду Которая бы тебе было И не холодно И не перепотевать Потому что Главный враг У нас зимой Неважно Скитурщик Лыжник Велосипедист Это потеть Нужно ездить так Чтобы не потеть Опять же Знать свой организм Хотя бы немножко И одеваться Именно уметь Как работают Слои Знать что одеть Не всегда Куча куча одежек Хорошо Потому что У нас был случай В Якутии Когда мой друг Иоанн Вечером у него Была маска такая Шерстяная И он дышал Весь день в ней И к вечеру Она Горло Его панцирем Просто вот Заледенело И он просто Полтора часа Отогревал Чтобы потом Ее снять Ну без шуток Ты правильно И плавно Подвел Наверное К третьей части Нашей беседы Сейчас мы будем Одевать Зимнего велосипедиста Опять же В условиях города И в условиях Загорода Когда ты Крутишь Много километров Давай Денис С тебя По традиции Начнем Ты вначале Немножко рассказал О том Что у тебя Такое Не непрерывное Катание На велосипеде А грубо говоря Из дома в электричку Из одной электрички В другую Из электрички Потом уже туда Куда Куда ты добираешься Как вот Эта смена температуры Как ты это все Стараешься регулировать Что Такого основного К чему ты пришел Есть у тебя В гардеробе Ну у меня У меня непромокаемые Кроссовки Прежде всего В общем-то Это трекинговые Кроссовки Там для Гор Для всего Но они плюс еще Непромокаемые Мембраной Просто вот они Непромокаемые Не знаю С чего они сделаны Я их дома Прям под струей воды Стираю Когда они совсем Загрязняются И в общем-то Я чувствую Что не промокают Они там На шнурки Лью И все такое Под это дело Носки В зависимости от того Ну там Я понимаю Сколько я буду Сегодня ехать По расстоянию Нужны ли мне Какие-то носки Потеплее Или можно В общем-то В тонких Обычных носках Но тут каждый Уже по-своему Потому что иногда Да, у меня ноги замерзают Там в электричке Они разогрелись Там тут же я вышел На мороз Через сколько-то минут Я уже чувствую Что мерзну в ноги И мне бы где-то остановиться Надеть вторые носки Вот ноги Бывают мерзнут Руки у тебя Все равно разогреваются Даже если поначалу У тебя холодно В перчатках То потом руки разогреваются А уж если тебе Сразу в перчатках тепло То потом все мокрое В этих перчатках И то же самое с одеждой Здесь тот самый Трехслойный вариант одежды Как и у В общем-то у всех Я не помню Как эти слои назвать Но когда у тебя Первый там слой Отводящий влагу Второй там Защищающий Попросим Абассадора Спортмарафона Об этом рассказать Теплая Второй слой Какой-то теплый Тоже дышащий И третий слой Куртка Которая уже там Непромокаемая Но тоже дышащая Ты почти справился Я вот так вот стараюсь одеваться И в общем-то Мне комфортно Я особо не потею Чтоб потом вот На мороз не выходить И не задубить Не дай бог там Какое-нибудь воспаление получить Но я говорю Что все эти 23 года Сколько я езжу После армии Я не знаю Что такое болезни Я вот шучу над собой Что я из болезни знаю Только перелом ключицы И то вот один раз У меня это было Все Больше ничего не знаю Берешь с собой сменную одежду? Я понял Что сменную одежду надо брать Когда ты действительно Уезжаешь кататься На 3-4 часа Каждый год Есть международный день Фэтбайка Это 1 декабря И однажды С ребятами из Троицка Нашего подмосковного Троицка Потому что в Челябинске Есть тоже Троицка Мы поехали По Троицким лесам Мы поехали кататься Вот отмечать Этот день Фэтбайка И закатились Где-то километров На 40-50 По Троицким лесам Взмокли Как не знаю кто И закончили Все это дело Ну как все покатушки Велосипедные Заканчиваются В пивнушке Я понял Что я не могу Вот мы посидели В баре Там выпили Бокал у пива После всего этого И я понимаю Что мне до машины Доехать Ну загрузить Велик в машину Мне надо еще 10 километров А у меня все мокрое И оно не высохло И я вот понимаю Что вот для таких моментов Когда ты остановился В тепле Вот надо было Снять все мокрое Засунуть рюкзак Достать оттуда Сухую футболку Шапку сухую И дальше уже Спокойно В спокойном темпе Добираться до машины Потому что тогда Я вот задубел И я понял Что такое вот Потеть зимой Так что Все это очень серьезно А уж Егор-то вообще Гуру я думаю В этом Сейчас он расскажет Как он ездит Амбассадор спортмарафона Егор Ковальчук Базовые да Основы Термос Слоистость Ну термос именно в одежде К примеру Очень главная штука Как бахилы Очень помогают Защитить ноги наших От ветра Потому что конечно Все равно будут Сильнее мерзнуть Сейчас я катаюсь В контактных велотуфлях Они гортекс И прочее Так далее Зимние утепленные стельки Носки смотришь По ситуации Иногда они будут Чуть толще Иногда тоньше И ноги иногда Намазываешь кремом Разно Главное Чтобы был какой-то крем И велобахилы Неважно Альпинистки Бахилы Которые помогают Вот прям прибавить Еще плюс 10 К температуре Были моменты Когда я брал Два типа обуви В экспедиции На Памир У меня были Гортексовские Беговые кроссовки Соломоны И велобахилы И были Сноубордические Такие мощные Соломоновские ботинки Прости я перебью Велобахилы Это которые Прям на обувь Натягиваются Или которые На ногу Просто как чулки Примерно Которые И на ногу И прям Почти до колена Ну то есть Не которые Вот натягиваются Как у шоссейников Нет Не шоссейные Я брал Два типа Шоссейные В наш тип Не подходит Более которые Просторные Зимой Потому что Все стоит Все равно Колом Чтобы была Степень свободности Можно было Легко одеть Снять Потому что Чтобы было Пространство Даже в обуви Чтобы там Воздух был Чтобы оно дышало Конечно Потому что Когда оно все В облипочку То там Ты быстро замерзаешь Никаких оттягиваний Потому что На ноге Нужно пространство Конечно же Два типа обуви В общем тестировал При минусовых Больших температурах И порой Вот легкие кроссовки С велобахилами Давали Конечно они легче Давали скорость Ну и ноги не замерзали Перчатки Варюшки Иногда ты едешь Варюшках Сверху верхонки То есть опять же Слоистость Иногда у тебя Беспалые перчатки Чтоб можно было Все равно Ты на ходу Достаешь Поправил балаклаву Очки Глаза Потому что Наши страдают Всегда Даже бесцветные Пусть Либо маска Запасная балаклава Бафы На все случаи жизни И наверное Дополнительное Что-то для утепления Коленок Потому что Когда если Ветерок Либо Сильный минус То коленки Больше можно утеплять И нужно Конечно же Когда минусовая Сильная температура Седло Седло Либо мы должны Утепленные Шорты Трусы Сейчас очень много Есть всяких штуковин В Якутии мы утепляли Седушку Просто мехом Якутским мехом Якутским да Нам выдали шкуры И мы там Развлекались Мотали Медведи Олени Это были олени Да Рога и ручки Опять же Сильный мороз Железо Очень мерзнут Себя можно согреть Железо сложно согреть Вот Мы тоже обматывали их Но фидбэк Который на руле Тормосок Но опять же Питье и питание Очень важное Слишком много Сеешь Опять все мокрое Мало пьешь Обезвоживанием Мозги начинают кипеть То есть пить правильно Учиться потихоньку В небольших тренировках В небольших походах Группой Ты не используешь Каталитические грелки Зимой когда катаешься Не использовал Слышал очень много Но сейчас Многие используют Грелки Которые работают От пауэрбанков В целом у меня Ну нету Особых проблем С замерзанием Конечностей Но ребята Вот друзья Покупают Используют Либо вот даже Обычные грелки Которые химически Тоже их используют Мы в предыдущем выпуске Который вышел Как раз сегодня Когда мы записываем Этот подкаст Мы говорили про гаджеты И мы с удивлением С Дашей Киселевой Которая была у меня Соведущей Узнали от Валентины Стеблевой Что есть каталитическая грелка Которая заправляется Бензином Зипа И она работает 24 часа А куда ее засовывать? Нет, перераслых Хоть куда В карман В спальник Такого размера Примерно А как она От бензина Зипа работает? Там какая-то Есть Особая такая Конструкция Что она Не отравляет тебя Экологически Чиста Ну и в то же время Греет реально Я тебе покажу Сегодня Раньше мы использовали Еще на заре Нашего студенчества Мы нагревали Большие камни В кострах Оборачивали В какую-нибудь Кофту Которая вот Уже была Ну переодевались А вот эту кофту Оборачивали В камень В спальник И вот так вот спали Грелись Вот это наша грелка была Надо сказать людям Что не надо Ни о чем думать Послушали подкасты Хорошо Просто Катите Есть душевный порыв И желание Поехать На велосипеде В холодное время года Вы катались Летом В парках И осенью Теперь вам кажется Холодно Но вы послушали Каких-то двух Психованных чуваков И думаете Может быть Все-таки поехать Просто возьмите И поедьте Напишите им Первый раз Вы будете нас проклинать Но возможно Вы увидите Даже в московской природе Что-то такое Что вас зацепит И вы скажете Блин Ну вот да Вот на велике Я замерз Эти два психа Конечно Зачем я их послушал Но вот я увидел Такое Чего я не видел Ни пешком Ни на машине Ни в общественном транспорте И в следующий раз Вы захотите увидеть Это еще раз Или что-то новое Там в Москве Заехать может быть В какой-то парк Потому что Пешком вы думаете Да ну нафиг Я не пойду туда В этот парк Зачем это такой Крюк делать А на велосипеде Это буквально Пять минут в сторону Но зато вы Так кайфанули Вы увидели Такую зимнюю природу Или осеннюю Вот этот лес Пока еще вот снега нет В Москве Его не будет Как всегда До Нового года А потом навалит А вот сейчас Можно еще увидеть Вот эту вот Позднюю осень Тоже от нее кайфануть Только на велосипеде Это возможно Я вот кстати Недавно ехал Из Митино В Кунцево Ну а как из Митино Проехать в Кунцево Это либо по МКАДу Что на велосипеде Смерти подобно Потому что там пыль Грязь и вонь Я в общем Как-то прорисовал Там маршрут В картах И ехал по этому маршруту В итоге у меня Сел телефон Как раз Когда я заехал В лес Потому что Ну не то что Сейчас морозы Уже большие Но холодно И телефон Разряжается быстрее Я пока доставал Смотреть Куда мне ехать В общем В каком-то лесу Он у меня Разрядился окончательно Там после дождей Все в грязи Там же елок Повалено Уж не продерись А камни навалено Только держись Но прорвались же к черту Как пел Гарик Сукачев Когда-то Вот Я думаю Ну почему У меня сел телефон Я бы такие сейчас Снимки сделал Даже на телефон В этом лесу Это было и страшно И кайфово И я думаю Только бы не стемнело Только бы не стемнело И я успел до темноты Выбраться в цивилизацию Я в общем Выехал в итоге В Немчиновке И как раз вот там Через Немчиновку Я через МКАД переехал И уже был Кунцево В том месте Где мне надо было быть А так вот Все эти там Какие-то небольшие леса Рублевки Вот это вот все Я ехал По внешней стороне МКАДа Ну то есть По Подмосковью Вот этому Параллельно МКАДу Подмосковью Это было конечно нечто То есть всего лишь там В нескольких километрах От МКАДа Но лес такой Я понимаю Так ну Раз эта тропинка есть Значит эта тропинка Куда-то ведет Значит в итоге Я куда-то выйду Но там я говорю Эти бревна Распиленные Поваленные Вот эта жижа грязь Я выехал Весь как черт грязный Я сразу поехал На автомойку Велик отмывать В первую очередь Потому что Одежда-то у меня была чистая А вот снизу Все было в грязище Но это было Это было вау Так что ездить надо Ну не то что надо Ни в коем случае Нельзя никого заставлять Потому что Скажешь ездить надо Скажут Ха-ха Психи Не буду я ездить Не надо ездить Зимой на велосипеде Но вы теряете Очень много Знаете это Понятно что Первое время будет сложно Но каждый раз Будет хотеться Еще и еще И еще И потом вы сами поймете Как одеваться Нужны ли вам крылья И все такое прочее Но это дело Исключительно добровольное И заставлять кого-то нельзя Я бы рекомендовал Нашим друзьям Кто нас будет слушать Либо кто захочет Сменить поле зрения Окунуться в зимний туризм В зимние путешествия Прослушать нашу лекцию Ошибки велосипедиста И как их избежать Потому что очень много Подводных факторов Когда мы едем Мы горячие Тепло Жарко Но можно наделать Много ошибок Зима Это красиво Очень невероятно Недаром Альпинисты зимой Ходят в горы Мы также зимой Катаемся Любим на велосипедах Но нужно Конечно же Делать свой опыт Так чтобы он был Безопасным Комфортным Радостным И чтоб хотелось Этим еще дальше Заниматься Поэтому Сейчас зима И как бы Я бы очень рекомендовал Если честно Байкал Не очень простой маршрут Байкал Непростой Даже для меня Я в воду боюсь И все эти Подвижки льдов Но красота Которую можно увидеть С позиции колес Велосипеда То есть Нужно Пока есть шанс Момент Это использовать Вот То есть Быть там Вот Я бы рекомендовал Очень Агитировал даже Большого опыта не нужно Если группы отправляться Все научат Расскажут Что взять Какие комплекты одежды Как велосипед подготовиться Наверное Это топ Этого сезона будет В Арктику Не буду никого посылать Мы всегда открыты Для общения Вот К нам нужно Можно обращаться Весь опыт Который в нас Мы готовы Рассказать Передать В общем Не стесняйтесь Мы сами Этим горим Пока продолжаем делать Будем тоже радовать Новыми проектами С вершениями На своем опте Показывать Ваши вопросы Если у вас они остались Можете оставить В комментариях К этому подкасту И я оставлю Контакты И Дениса И Егора В описании подкаста Можете писать им Напрямую Ну что же, ребят Спасибо Я так понимаю Что у вас уже Горят ноги По крышке Да, по крышке Уже намылили Велосипеды Студии Спасибо, что пришли Спасибо, что поделились опытом Я надеюсь, что этот подкаст Вдохновит Летних велосипедистов На то, чтобы стать Зимними велосипедистами Мне было очень приятно Очень классная студия Егор Просто кладись И несмотря на мои Там годы Есть что узнать Нового для себя Тебе спасибо За приглашение Очень все получилось Хорошо Позитивно И я всегда рад Поговорить На велотемы И действительно Чем-то может быть Поделиться Какой-никакой Мне кажется, что у меня Опыт за 23 года Все-таки есть Очень рад, как всегда Быть здесь У нас У вас В общем, приглашайте еще Будем рады Всегда Что знаем Расскажем Отдадим Главное, чтобы люди Занимались активными Видами спорта Жизнь Потому что это Самый лучший Такой кайф На самом деле Я знаю, что Егор, у тебя После записи Сейчас подкаста Будет лекция Да Это про что Будешь говорить сегодня А у нас такая Трилогия Мы ее называем Как исповедь Амбассадоров Первая была Как раз Ошибки А сегодня у нас Такие мифы О поломках Какие же поломки Были Из чего они Случались Как их Предостеречься Ну, в общем Такая теория И практики Из личностного Опыта В общем Байки такие Про одну поломку Мы сегодня рассказали Это поломка Ключицы Но это из другой темы Подкаст этот наш Выйдет раньше Чем лекция Но следите за обновлениями Скоро значит На ютуб канале И появятся лекции Егора Ковальчука Спасибо, ребята До встречи Теплой зимы вам Да Спасибо В Таиланде Спортмарафон Аудиоверсия Подкаст об аудоре Активном образе жизни Путешествиях Приключениях И снаряжении Для всего этого Ба-ба-ба